Всем привет! Настало время съемок. Как мы видим, наш сегодняшний герой, тот самый, наш Стэнви, валяется в бревнышке жопой наружу. Но, правда, заслышав голос мой, он начал шевелиться. Сейчас он немного свою попу разомнет и выйдет на свет наш. Как вы догадались, сегодня у нас очередное кормление. И наш Стэн уже в нетерпении. А кормить мы его сегодня будем деликатесом. Многие мои знакомые говорят, что мой варан питается лучше, чем я. И кое в чем с ними трудно поспорить. Сегодня у нас в меню как раз кое-что изысканное. Будем надеяться, что Стэн не вырыт меня из руки. Да, как вы могли догадаться, это красная рыба. А конкретно говоря, семга. Поскольку семга у нас продается слабосоленая, лучше ее перед применением попробовать. Так как рыба, которую капский варан может поймать на воле, в любом случае достаточно пресная, а не соленая. Поэтому, для того, чтобы избавиться от лишней соли и жира, я отмачивал рыбу в течение полутора суток в холодной воде. И она приобрела достаточно пресный вкус. Ну, за исключением одного кусочка, который я все-таки оставил соленым. К слову, я уже кормил Стэна красной рыбой. Ему очень понравилось. Но предпочитаю делать это как можно реже. То есть, раз примерно в сезон. То есть, раз в три месяца. Поскольку рыбу они ловят все-таки редко. Ну, а сейчас мы дадим Стэну первый кусочек. Ну-ка посмотрим, как он отреагирует. Он уже привык к тому, что все, что я даю, это вкусно. Это питательно, это мясо. Эти кусочки пресненькие, поэтому не будет никаких проблем. Но один кусочек я дам ему все-таки солененький. Все-таки солим природе нужна. Соль природе нужна всем. Поэтому перерывок между пресными кусочками. Вот он только что съел солененький. Ну, а сейчас на подходе еще пару пресных кусочков. Сегодня он еще не кормленный. То есть, достаточно голодный. Поэтому так охотно ест. Уронил? Так, не кусай меня. Лучше подними свой кусок, который ты уронил. Давай, давай, поднимай. Сейчас он понюхает, подумает, где же еда, где же еда. Я что-то чувствую. Я что-то чувствую. Вот она, вот она. Молодец. Поскольку красная рыба достаточно жирная, ему много не нужно. Так что, думаю, этого количества ему хватит. Возможно, покормлю на следующей неделе еще. Ну, вот вы можете убедиться, что капский варан для разнообразия питается даже лучше, чем люди. Поскольку я семгу ем, наверное, всего два раза в году на Новый год. И, ну, когда там какой-нибудь особый праздник, и то случайно, целенаправленно не покупаю ее. На нашу варану этой жирной рыбки хватит вполне. Конечно, он будет некоторое время думать, что, может быть, еще ему что-то дадут. Но нет, пока не дадим. И как только она упадет в желудок, он немножко успокоится, начнет отогреваться и переваривать. Собственно, единственным последствием при кормлении подобным, то есть рыбой, тут у него отходит на ухи, но жирной рукой лучше не брать, потому что он будет думать, что на пальце осталась еда. И будет стараться ухватить палец. Да, единственным последствием будет то, что переваренная рыба будет выделяться запахом, когда он испражнится. Благо, я контролирую время, когда он испражняется. Он может теперь потерпеть аж по несколько дней, чего обычно я ему не даю и отношу в ванную, либо он просто испражняется на пол, поскольку он уже привык, что квартирка у него маленькая, и лучше не загрязнять ее своими фекалиями. В этом плане я его поддерживаю, тем более он ни разу не накакал на ковер, а исключительно на ламинат, с которого легко все это убрать. Сейчас он полазит, посмотрит, поищет, что бы еще сожрать, и со временем успокоится. Возможно, выйдет прогуляться. Ну, а на сегодня все. Съемка прекращается. Вот этот небольшой красивый кадр, как он сидит спокойно, будет нашей красивой заставкой. До новых встреч, до новых кормлений.